Здравствуйте! На библейский портал Экзеет пришел вопрос. Как Библия относится к фразе из братьев Карамазовых «Главное, что человек был счастлив». Библия, конечно, не согласна с этим. Что польза человеку, если приобретет весь мир, говорит Господь, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст Господь за душу свою. Я помню, во время службы в армии с 1986 по 1988 год, еще Советский Союз, но чрезвычайно интересный был журнал «Огонек». Первые ростки чего-то другого, такого настоящего русского. И там были выдержки из писем Андрея Тарковского. Меня совершенно поразила цитата. «Есть в жизни вещи более важные, чем личное счастье». Это из его письма «Не помню кому». Вот какие это более важные вещи? Более важные вещи — это вечная жизнь. Если человек здесь приобретет все, а душа его лишится Царства Божия, то что все это стоило? Да ничего все это не стоило, понимаете. Поэтому в Библии нет понятия счастья. Есть более глубокое понятие блаженства. Блаженство — это, скажем так, счастье пред лицом Божиим. Может человек быть счастлив в своей семье так, чтобы это было во имя Божие? Может и должен. И с Божьей помощью, если он и она постараются, то семья и будет малой церковью. И эту любовь перейдет в Царство Божие, потому что любовь не прекратится никогда. Она будет там в другом виде. Но любовь вот этого сердца к этому сердцу останется. Счастье в чем? Как обрести здесь счастье? Счастье в служении. Знаете, я помню, меня совершенно поразил разговор в 90-е годы с одной женщиной, которая получала крошечное, просто издевательское жалование, а работала нянечкой в доме малютки, где отказники, тяжело больные дети. И вот 15-18 детей лежат в кроватках, все плачут, потому что всем нужна материнская любовь, ласка и руки. Я же ведь знаю, что такое дети. Ребенка, пока ему месяца первого, вообще надо все время держать на руках, за исключением времени, когда он спит, если он спит. Понимаете? Им всем нужно, а их матерей нет. И вот в этом кошмаре их надо еще всех переодевать, подмывать, давать им что-то есть, соски и прочее. Они друг друга криком этим заводят. И получают за это совершеннейшие крохи. Но эта женщина была такого очень глубокого христианского опыта. И вы знаете, я видел перед собой счастливого человека. Я пытаюсь как-то ее поддержать. Она говорит, батюшка, да не надо меня поддерживать. Мне нравится то, что я делаю. Я рада. А на следующий день пришла на исповедь женщина и плакала, потому что муж ей подарил какого-то безумно дорогого коня и не построил конюшню там на Рублевке, где они жили. Понимаете? То есть вот что такое счастье? Как блаженство? Блаженство в служении. Блаженнее отдавать, чем принимать. Вот эти слова Господа Иисуса Христа, которых в Евангелии нет, они есть в книге «Деяний». Апостол Павел при прощании с пресвитером Ефеса, в своей знаменитой беседе говорит этого. Учитель наш сказал, то есть счастливее отдавать, когда ты служишь, когда ты любишь, принимаешь, владеешь, получаешь, это не приносит тебе счастья. Это счастье временное. Когда ты служишь, это счастье. Могу еще один пример замечательно совершенно рассказать. У меня мой знакомый священник служил в храме, тоже там, в районе Барвихи. И рассказывает, как однажды приехала к нему женщина, красивая, ухоженная, с охраной. После службы подошла и начала рассказывать, как плохо все жить. Дети в Лондоне, все у нее есть. Желать нечего. Он ей начинает одно, второе, третье, говорит, ну а помолиться, опрещаться, исповедоваться, читать Евангелие. Говорит, все пробовала. Вот ничего нет, радости от жизни нет никакой. Ему это надоело. Он говорит, слушайте, вы знаете, вот вы садитесь в свой кортеж, езжайте там в Тверскую область, найдите там любой детский дом. Просто зайдите, посмотрите и помогите. Она фыркнула и ушла. Мол, что это, не для меня это. Этим государство должно заниматься. А потом, говорит, приходит через несколько месяцев. Совершенно другой взгляд у человека. Осмысленный, счастливый, радостный. Говорит, батюшка, я сначала на вас очень сильно обиделась. Разозлилась, обиделась. А потом подумала, ну а что мне, что не поехать? Ну если другой ничего не помогает. Нашла какой-то детский дом, позвонила, предупредила, приехала, увидела кошмар, в котором дети живут. Вот и стала помогать. Говорит, подруг своих трясу, они своих мужей трясут там, на Боровихе, на Рублевке. Набираем туда игрушки, туда продукты, какие-то экскурсии. Там сделали ремонт, нормальные туалеты. И этот батюшка говорит, что я вижу перед собой совершенно возрожденного человека. Понимаете? Совершенно другой взгляд у человека. То есть в служении обретается счастье, которое причастно блаженству, а не просто земному счастью. Поэтому, если говорить о словах о том, что главное, что человек был на земле счастлив, нет, конечно, церковь с этим не согласна. Хорошо бы, чтобы все были счастливы на земле. Но, к сожалению, если человеку погрузить в счастье, очень мало кто из нас, земное счастье, очень мало кто из нас будет вспоминать о Боге. Как в Библии такие слова есть. Оточнел Израиль и забыл Господа. То есть вот стал тучным, наелся, успокоился. И зачем тогда Господь? И многие забыли. Мало кто. В скорбях больше значительно из нас вспоминает Господа, чем в счастье. Поэтому наш путь к счастью — это служение другим людям. Он проснулся с утра. Вот у тебя и жена, и дети. Вот ты сегодня им служишь. Сегодня они должны быть счастливы. А ты себя должен так вести, чтобы им было хорошо. И тогда у тебя будет счастье, которое с тобой перейдет в Царство Небесное. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok